Месяц улыбался, прогулка на пруд, 28 июня 2020 года. Субтитры создавал DimaTorzok Кто-то нарушил монотонность зеленых трав, рассыпав, как попало, то горошины белого клевера. То желтые крошки цветов, то звезды на небе, то там, то здесь, образуя звездные туманности. Ах, кто не знает, но какой вкус и изящество, и никакой банальности, и бескорыстно, и щедро. Там, где снесли ресторан, на подходах к нему море ромашек. А раньше, когда за этими клумбами тщательно смотрели, опекали, старались, было жалкое зрелище. То, что мы принимали как должное, оказывается, было горькими слезами природы. Руку притягиваю к сзади идущим полицейским, демонстрируя внимание и безопасность расстояния в 3 метра. Ну, капельным путем поделиться или подхватить чей-то вирус. Второй день здесь вижу скопища полицейских у школы. Тут же избирательный участок они отвечают. Ну, и в чем же опасность, думаю я, про себя? На лавочке перед прудом солнце меня обрызгивает солнечной теплой пылью. Детский крик и стрекот птиц бесконечной не могут никак отодвинуть картину. Мужчина с бородой благообразной, торговца из магазина, а может быть задекорированного программиста. Ребенок, мальчуган, чуть пришибленный поучениями, вероятно. И женщина, молодая, с растерянным лицом, поразила меня модно разорванными отверстиями джинсов своих на коленях. Ну, туда можно было засунуть щенка или котенка. Огромные дыры, как оттопыренные пустые бездонные карманы. Я решил, что это приглашение к бесконечному сексу. Да, на невероятно гладкой воде пруда Невероятно большие темные отражения стены зеленых деревьев. Они против солнца, еще темнее, чем их отражение. Все это имело такое же напряжение, как женщина, смотревшаяся в зеркало. А какие же нежные последствия? Например. А на примере я так и не понял предостережений. Вернее, комментарий предостерегающих каждую секунду Другой семьи рыжих уток, Который то подплывал минут через двадцать, То отплывал. И что отвечала мамаша, двух огромных детенышей, Которых едва можно было от нее отличить. И зачем каждую секунду почти что она отвечала, Когда даже ее никто и не спрашивал ни о чем. Эх, видимо, создавало что-то вроде солнечного света На весь пейзаж для ее двух детишек. И о чем думал дом, Сверкая одним глазом с розовеющим от солнца лицом, Загороженном полностью лесом, И была видна небольшая макушка С куском улыбка удивленным. На стебле метелки крошечные цветочки, Белые в основном, И вдруг розовеющих иногда, И с ароматом почему-то женских духов. Видимо, женщины заметили их опьяняющие свойства И присвоили тут же себе. Эх, забыл написать в первом верлибре Ромашки, разросшиеся, Которым я подошел, Были высотою по пояс. Я приблизился и померил специально. Хорошо, что Таня еще позвонила. Я как раз Закашлялся От прохлады вечерней. Поругала, что куртку я не одел. Как ты мне надоел, Говорила, раздиняясь, Свердит. Ну, теперь я рубашку одел, Что была на плечах, И стало теплее. Да, понатыкали банки на ветке Приезжие, Сзади лавки, на которой сидели. Пошел, нашел палку, Избил их одним ударом, Перед этим обратился, Сидящим чуть дальше. Как можно так издеваться Над природой Аллахом. Месяц, Убывающий Наполовину, Мысленно слева я палец приставил. Улыбаясь, наблюдал За моей прогулкой. И еще вчера была прогулка, Называется Лучезарная прогулка. Улыбаясь, Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» И почему-то улыбка. Субтитры подогнал «Симон»